Итак, представьте, вы отлично проводите время на вечеринке, у вас сложился хороший контакт, это может быть ваша будущая жена, бизнес-партнер или все вместе, и вдруг жужжит ваш телефон, что вы делаете? Берете телефон, просматриваете сообщения, но вы только что разорвали эту связь. Сегодня мы поговорим об ошибках в языке тела, которые совершают парни. Первая ошибка. Всегда проверять телефон. Вы получили сообщение, письмо на почту, вам позвонили, вы проверяете телефон по привычке. Это привычка, и вы не можете от нее избавиться. Вы зависимы. И почему вы зависимы? Потому что это похоже на игровой автомат. Не важно, кто звонит, вы знаете, что есть шанс, что это может быть очень важный звонок или сообщение. Но так вы рушите связь с реальными людьми. Когда вы достаете телефон, вы рушите связь. Итак, как справиться с этой привычкой? Первое, вы должны признать это. Далее, можете ли вы этому противостоять? Можете ли вы положить телефон и просто игнорировать вибрацию, и проверить его, когда вы будете одни? Как угодно, друзья, сделайте это. Вам не нужно разрушать связи в реальном мире. Вторая ошибка – плохая осанка. И она становится все хуже, хуже и хуже. Почему? Потому что вы зависимы от экранов. Мы постоянно горбимся и смотрим в наш телефон. Или вы сидите перед экраном монитора. Ваши плечи идут вперед, и вы начинаете ходить так. Вы начинаете горбиться. Вы сидите в кресле. Это не способствует правильной осанке. И как исправить ее? Друзья, есть ряд упражнений, которые вы можете выполнять в течение дня в зале с утра. Что касается меня, мои плечи тянутся вперед. И что я делаю? Я беру резиновую ленту и проделываю такое упражнение. И так работают мои мышцы спины. Также делаю несколько подтягиваний. Опять же, тренируйте мышцы спины, что естественно расправит ваши плечи. Если у кого-то из вас горб на спине или шее, вам нужно показаться специалисту. Выполняйте упражнения, которые вам помогут. Поговорите за специалистом по костям и суставам. Но убедитесь, что сделаете это до того, когда станет уже поздно. Следующая ошибка – скрещивание рук. Друзья, мы делаем это все время. Мы отклоняемся назад, скрестив руки, потому что нам нужно их куда-то деть? Нет. Знаете, о чем это говорит? Этот знак сообщает – не подходи ко мне, я не хочу ни с кем говорить. Но большинство из нас хочется, чтобы к нам подходили. А у вас вот эта вот привычка. Не закрывайте себя. Далее – рукопожатие. Одно из самых распространенных приветствий в мире. Но есть нюанс – оно должно быть правильным. Я знаю, что у некоторых из вас огромные руки с большими сильными пальцами. Догадайтесь, вы не должны ломать людям руки. С другой стороны, не нужно имитировать вяленую рыбу. Так как правильно? Когда я не так схвачусь, не получается хорошее рукопожатие, я повторяю его. Я хочу показать, что я обращаю внимание на мелкие, но важные детали. Следующая ошибка – вы не жестикулируете, когда говорите. Когда у вас отсутствуют жесты, вы не показываете эмоции руками, вы похожи на робота. Я показал крайнюю степень, но многие из вас друзья так делают. А размахивание руками? И так тоже не нужно делать. Вам нужно найти золотую середину. Помните шутку? Как заставить итальянца замолчать? Просто свяжите ему руки. Согласен, многое зависит от культуры. Вам нужно обращать на это внимание. В Японии меньше жестов руками. В США – золотая середина. Но определяйте культурные особенности и подстраивайтесь под них. Следующая ошибка, которую допускают люди – они перебирают руками. Эти маленькие движения, которые они даже не замечают, или же стучат ногой, или крутят ручку между пальцами. Проблема в том, что это отвлекает внимание, и вы не сможете донести свою мысль. Следующая ошибка – ваши ноги расположены в неправильном направлении. Ваши ноги показывают, куда вы идете или хотите пойти. Поэтому, когда вы с кем-то говорите, вам нужно показать, что вы уделяете все внимание ему. Убедитесь, что ваши ноги поставлены в направлении к этому человеку. Но чего вам точно не нужно допускать, чтобы ваши ноги смотрели в другую сторону. Если это так, я смотрю на вас, но вы можете заметить, как поворачивается мой торс. Вот что делают ваши ноги. Когда ваши ноги смотрят в другом направлении, поворачивается и ваш торс. Что означает сигнал «Я хочу уйти отсюда». Иногда вы хотите закончить разговор, или лучше сказать, избежать разговора, то вы подсознательно можете показать, что вы хотите уйти, повернув свои ноги. Так что контролируйте ситуацию. Следующая ошибка – указывание пальцем. Друзья, будьте очень аккуратны с этим жестом. Это может оскорбить людей. В некоторых культурах это очень плохой жест. И вообще люди не любят, когда в них тыкают. Даже из хороших побуждений. Как тогда сказать человеку на кого-то посмотреть? Вы можете использовать армейскую терминологию. Посмотри на 12, на 3, на 5 часов. Это работает и гораздо тоньше. Следующая ошибка зависит от культуры. Но позвольте мне подойти ближе. Может быть это слишком близко? Друзья, у всех нас есть личное пространство. Оно действительно культурно обусловлено, но нужно понимать, если вы входите в личное пространство человека, ему это не понравится. Очевидно, что нам нужно приблизиться к человеку после того, как поговорим некоторое время. Но если сделать это очень рано, человек оттолкнет вас очень быстро. Следующая ошибка большинства людей – они не понимают силы отзеркаливания. Когда вы смотрите на язык тела человека, с которым разговариваете, особенно если он не общительный, копируйте его язык тела. Даже если он закрыт, и вы разговариваете с ним в такой же позе, он подумает, что вы такой же, как и он, и начнет открываться. Затем и вам нужно открыться. Если он держит выпивку, и вы возьмите ее в руки. Людям нравятся люди, похожими на них. Далее поговорим о наклоне. При наклоне к кому-то вы показываете интерес. А когда отклоняетесь, показываете обратное. Да, может быть он вторгается в ваше личное пространство, и вы пытаетесь отклониться, потому что у него плохо пахнет изо рта. Но когда вам действительно интересно, вы не должны отклоняться назад со скрещенными руками. Так вы показываете, что вы не заинтересованы в общении, и вы не хотите быть здесь. Далее поговорим о физических объектах. Итак, я уже говорил о телефонах, прерывающих контакт. Но и бокалы могут с этим справиться. Если вы пьете кофе, или у вас бокал воды, нужно быть аккуратным. Если вы поднимете его слишком высоко, вы прервете контакт. Лучше поставьте стакан. Да, рядом с женой вы можете держать стакан с водой, но нужно обращать внимание на мелкие детали. Далее проверка времени на часах. Не нужно вот так выставлять руку и смотреть на время. Вы посылаете сигнал, что вы должны быть в другом месте, что вам пора. Теперь поговорим об одном из самых важных разделов языка тела – зрительном контакте. Догадайтесь, почему? Этого видео стало слишком мало, поэтому у меня есть отдельное видео, где я расскажу вам о 21 ошибке зрительного контакта. Если вам нравится сегодняшнее видео, значит вы оцените и это. Ведь я описываю множество деталей. Я расскажу о 21 ошибке, которую совершают мужчины при зрительном контакте. Да, господа, это видео про нас. Наши ошибки при зрительном контакте с ней. Ссылка будет в описании. Бонусный пункт. Заметили, как мой карманный платок исчез и соскользнул в карман? Я ничего не хотел этим сказать, просто так получилось. Ну что, друзья, на этом все. Теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Что я упустил, что я могу добавить в это видео, чтобы сделать его лучше. Опять же, я хочу увидеть это в комментариях. Если вы новенький, убедитесь, что вы подписались. На этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Платок продолжает прятаться. Посмотрите на него. Да, я его вообще вытащу. Это маленький платок. Ну как, лучше? Скорее всего, мне так нужно было сделать с самого начала. Ладно, тогда уже в следующем. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...